Огневая подготовка для учеников третьего класса. В Новосибирске завершилась профильная смена тропой мужества. В детском лагере мальчишки и девчонки были без родителей, зато под присмотром бойцов Росгвардии. Рассказывает Елена Мершниченко. Самым маленьким участникам смены едва исполнилось 8 лет. Они уже знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, ориентироваться на местности и смогут даже первую помощь оказать. Проходят и строевую, и огневую подготовку. В общем, все то же самое, что и бойцы Росгвардии, только в облегченном варианте. Сейчас в третий раз смене меня позвал мой друг из моего подъезда. Мол, поедешь с нами в лагерь военный? Я такой, поеду, посмотрим, что там. И так я втянулся уже четвертый год. Маленькие и взрослые вместе в одном отряде. Так проще учить детей работать в команде. В этом году нагрузку снизили, а программу сделали разнообразнее. Все-таки дети едут отдыхать. Для самых юных бойцов организуют экскурсии и занятия проводят в игровой форме. У старших все по-взрослому. Действительно, очень хорошую подготовку проходят. Уже сейчас наши выпускники наших смен проходят обучение в военных училищах. Два выпускника наших смен сейчас проходят службу в воздушно-инстантных войсках. Практически готовые бойцы приходят уже в ряды российской армии. А закончили смену всероссийской акции «Прокачай лето». Тут дети участвовали в эстафетах и даже смогли почувствовать себя, как на съемках боевика. Сотрудники Росгвардии провели для ребят показательные выступления. Штурм автомобиля, работу взрывотехников ОМОН, а кинологи с собаками продемонстрировали, как ищут наркотики. Елена Мирошниченко, Новости ОТС.